друзья привет я не удержался и решил сделать апгрейд полный нашему дредноуту я его доработал чтобы не смотрелся пустым я ему добавил вооружение нога у него сошла скрепление вооружение некоторый обвес сейчас мы его закрасим и честно говоря мне не нравится цифра 3 на корпусе мы перерисуем пока что мы нужно с вами закрасить вот это вот нововведение все пока что сначала мы их красим просто в черный цвет как я крашу вообще металл чтобы понимали заодно увидите вот мы наносим черный цвет это наш грунт вас базовый такой цвет во многих техниках я этот час минуту я этот прием нашел давно то есть поначалу также как многие красил металлики цвет металликом прям и только потом опять же рассматривая работы как и говорил вам уже моделистов у меня возникла идея или даже может быть я даже где-то и подсмотрел я не буду врать то есть было дело давно я с тех пор так поступаю я пытался сейчас ну как статья пробовал конечно же пробовал много раз и сейчас пробовал рисовать металликом а потом обрабатывать металл получалось на самом деле не красиво на мой взгляд то что нашел сейчас то есть вот этот способ который вам показываю он меня устраивает полностью совершенно потому что он дает реальный результат который мне хотелось бы иметь от металла да то есть какой я хочу видеть металл каким сейчас вы это увидите и берите на вооружение смело делайте точно так же то есть визуально получается просто зашибись вы сами видите металлики такие живые настоящие боевые металлики получаются что на вот мне лично что и нужно конечно немного гримдаком отдается это байда но это можете называть как хотите да главное что вам нравится результат шикарный поэтому это будет гримдак мне по барабану абсолютно плевать как он там называется поэтому мне важен результат сам чтобы у меня устраивали лично меня устраивал если он лично меня устраивает то часто на 90 процентов он устраивает и заказчика даже на почти всегда на 99 процентов я привык работать как бы не то чтобы для себя да то есть как сказать вам когда я рисую я всегда смотрю на это критично со стороны немного посматриваю как это будет выглядеть там со стороны вот не моими глазами до пример часто мне не нравится результат мой но удивительное дело пересматривая свои старые работы это что делают сейчас ребята с удивлением обнаруживаю огромное сходство то есть если сейчас бы рисовал так рисовал раньше и дальше продолжал бы да то есть я попал бы в канву того что делают сейчас художники мне уже скучно это делать и не интересно поэтому я делаю это дальше свои развивая свои навыки так сказать добиваясь того что мне нужно не боюсь и за заляпать краской и сами видите ли то что рисовал здесь и это поправим и сейчас мы наносим грунтовку черную грунт можно носить просто черной краской я вот это и делаю сейчас взял черную краску и наношу грунту пока это дело будет сохнуть мы с вами подкрасим нашу троечку не то чтобы подкрасим судя по всему сейчас завод замажем заново нам будем красить бона мне не нравится совсем говнистая кайф получилась очень сильно раздражала меня весь вечер не так раздражает вот это вот троечка очень стрёмно нарисована и никто из вас заметьте не указал мне на это это ваш косяк ребята уже важно надо замечать косяки и вовремя их исправлять так вот мы что мы делаем мы одновременно даем некоторый объем оставляем ржавчину потеки ржавчины оставим бог с ними и и мы так нужно темного с темно-синего добавить немножко не мы зарисовываем вот это вот все ну тройка действительно стремная надо признать ну стремная не знаю почему молчали парни она ужасно была она портила весь вид она придавала гримдах нашим длинного то он и так у нас вы видите да весь в ржавчине в потеках того боевой дредноут поэтому как бы я думаю если еще и малевать ее так стрёмно будет перебор так что мы сделали мы сделали на это сделали сейчас надо будет знать что сделать подправить нашу заклепку здесь 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 так ждем пока высохнет и начинаем рисовать но пока что у нас высох черный цвет смотрите что делаем дальше берем металлик можно вот такой немного нам понадобится совсем немного так поменьше сделать вам чтобы вы видели что я делаю подсушиваем нашу кисточку вытираем наносим металлик на кисточку и олятор и ваш что я делаю теперь да видите да я не покрываю металликом все целиком него как бы продали брошу местами есть остается проглядывать черный цвет местами голый металл этот эффект получается просто в по результату очень круто остаются и тени на нем что нужно нам где-то он чернее где-то он светлей глаз начинает работать в этом при таком подходе на рисование металла глаз начнет работать просто подсказывая нам что это металл вместе с мозгом нашим включается и нам говорят что да на самом деле это металл хотя как вы видите он совсем не металл вот так вот что дальше делаем ну сейчас подальше покажу что будем делать дальше у нас не забывайте есть еще волшебные средства вот таким образом мы прорисовали его сейчас пусть сохнет пока нанесли на него как бы металл легким движением ну похоже да на драйбраш так скажем сейчас он пусть сохнет пока что мы займемся троечкой 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 займемся так базово возьмем коричневой как обычно для троечки и будем рисовать нам новую троечку так смотрим при большом увеличении что я буду делать ну интересно да то есть новая троечка будет более изящная у нас так накидим сначала я как она будет идти накинем накинем прикинем то есть линия должна быть параллельно этой соответственно так я съехал да ну-ка подождите так будет она лучше видно да и так понеслась да 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 так это пойдет сюда как видите я не пользуюсь сейчас карандашом просто мне лень вы можете взять карандашик как я вам говорил набросать сначала эту тройку карандашом например до цифру да что такое с кисточкой пардон что-то она у нас под засохла сейчас мы поправим так все справилась так 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 1 воды там много не надо нам конечно потеки это все хорошо раз что-то пока что не очень сейчас посмотрим ну и сейчас поправим еще покруглее так и по этому основанию мы сделаем чёрным тихонько номерной знак так что за грязь что сегодня у нас понедельник поэтому нужно грязно добыть кисточки так аккуратно аккуратно выводим нашу цифру что-то пока не то что не так а я понял что не так надеюсь дальше придется подрисовывать уже синим цветом перебор небольшой перебор случился здесь кисточка уже умирает сожалению так сейчас мы ее подровняем немножко немножко подровняем чтобы она нас устраивала по своей по своему написанию так вот видишь неожиданно вызвала сложность эта фигня казалось бы казалось бы такого невозможно а вот тебе так так ну ничего мы не привыкли отступать поэтому мы сейчас добьем до нужной кондиции где наш темно-синий ха-ха-ха пропал темно-синим это так сделаем оп 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 так да и вот так вот сделаем подкрасим сейчас вот тут так 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 за одну текстуру добавим на изношенном металле сразу будет видно что тут краска слои краски тройка выглядит получше будем ли мы делать там надо рисовать немного еще да еще это да цифры всегда на самом деле вызывали у меня проблему в написании удивительно не пойму с чем связано даже признаюсь размышлял над этим вопросом так и не понял почему помню в первом каком там в первом третьем в четвертом у нас не пойму в классик началось черчение у нас в школе и нам всем сказали принести наборы для черчения там были циркули и так далее и мы там чертили круг я как сейчас помню все работали циркулем а я начерзил круг просто от руки и когда учитель подошел и проверил ничего себе но это все прекрасно сказала она но лучше пользоваться циркулем она проверила у меня был идеальный круг нарезал для от руки просто карандашом это я как сейчас запомнил это было прикольно так ну мы ее немножко замаскируем все таки да да вот так вот не буду я рисовать эти дурацкие эти штуки здесь можно было бы еще но перебором тоже не нужно было так ну что вот наша троечка получилась итак у нас уже до хрена времени да боюсь наше видео перебором будет вот ну посмотрим что мы сейчас дальше делаем да мы берем наш золотой удивительный инк как я говорю да проходимся быстро по нашему металлу это надо делать скоро потому что у нас с вами мало времени поправляем наш металл это хаотично абсолютно должно быть ничего никакой здесь системы тем хаотичнее тем лучше потому что если все покроете им целиком она будет сказаться уже немножко ну вам придется работать больше над ним кстати над металлом поэтому лучше делать это так местами так времени много ничего себе время бежит только вроде начал так все замаскировали сейчас когда это подсохнет я пройдусь еще металликом и в принципе все будет готово ставим на место руку одну ставим на место руку другую так ставим трень все всяко лучше и круче будет смотреться наш дредноут вот теперь я им доволен здесь заполнение полное идет ну и троечка получится смоется что думаете ну-ка блюд сделаем теперь он заполнено пространство все пустых мест нет видите да все ребята исправление закончилось